Так как началась массовая мобилизация, в том числе и в Крыму, где я проживал и работал, мы решили выехать в ближайшую страну, в которой можно попасть и без проблем находиться какое-то время и уже решить, что дальше делать. У меня сын, которому в январе исполнится 17 лет. Так как у нас так называемый глава администрации Аксенов подписал еще летом указ о том, что при нехватке мобилизированных будут также брать 17-летних, я в первую очередь как мама подумала о жизни своих детей. Почти 80 лет назад крымских татар депортировали в Казахстан и Центральную Азию силой. Теперь они вынуждены сами бежать сюда, спасаясь от мобилизации. Для нас, для нашего народа это очень большая трагедия, депортация в 44-м году. Когда мы возвращались в 90-м году, моя бабушка, она каждый день плакала. Не было такого дня, чтобы она не вспоминала и не говорила. И она говорила все что угодно, но только не война. И я никогда не думала, что это коснется нас. И естественно, когда в 14-м году произошла аннексия Крыма, и все прекрасно знают, как произошла. То есть эти псевдореферендумы, которые якобы были, на самом деле это все фальш. Сюда, в посольство Украины, что в Астане, приходят за помощью крымские татары, которые бежали в Казахстан. Тут они могут получить услуги наравне со всеми другими гражданами Украины. Для нас все граждане, которые проживают на территории Украины, или территории других государств, или временно оккупированных территориях, если они имеют паспортные документы, они являются гражданами Украины. Когда случилась мобилизация, то для оккупантов, в общем-то, появилась новая возможность, чтобы использовать эту мобилизацию для того, чтобы ускорить, скажем, уничтожение тех людей, которые для них неприемлемы. Люди не должны стать соучастниками преступлений, которые совершаются русскими оккупантами, или теми, кто уже перешел на их сторону. В Казахстане украинцы могут без визы находиться 90 дней. Однако многие из крымских татар возвращаются сразу после объявления конца мобилизации. Я бы, может быть, и остался в Казахстане. Мне, в принципе, здесь все нравится. Хорошая страна, хорошие люди, отношения хорошие, никаких конфликтных ситуаций. По статистике тех людей, которых мы знали, с кем мы были знакомы, процентов 70 из Крыма, непосредственно из Крыма, они вернулись обратно. Сейчас, в данной ситуации, чем я могу помочь? То есть, в руки взять оружие? Ну, кто? Я женщина. Я считаю, что приняла правильное решение, я спасаю своих детей.